27 октября столичная единая диспетчерская дежурная служба зафиксировала звонок от неравнодушного гражданина, в котором сообщалось, что в центральной части Кызыла, а именно в районе здания дома быта, бегает собака с внешними признаками бешенства. Животное было незамедлительно изъято городской службой от лова, а анализы собаки были переданы в лабораторию для исследования. 28 числа по этим материалам ветеран с поселителем лаборатории было происследовано. Буквально вчера, 29-го, в 5 часов вечера был подтвержден по ИФА диагноз бешенства собак. По данному поводу в правительстве республики состоялось экстренное совещание по дальнейшим мерам реагирования. Вылечить болезнь нельзя, ее можно только профилактировать. А в 99% случаев бешенства у людей заражение происходит через собак. Но подхватить его могут любые теплокровные животные и даже птицы. В настоящее время идет разработка плана мероприятий и в соответствии с ветеринарным правилом приказа сельхозы 705 будем разрабатывать проект распоряжения правительства о ограничении мероприятий на территории города Козыла по бешенству животных. Что подразумевается под карантинными мерами? Это значит, что в городе поголовно вакцинируют домашних животных бесплатно. Кроме того, горожан убедительно просят не выпускать четвероногих питомцев за пределы двора. Безнадзорных собак в кратчайшие сроки отловят. Их дальнейшую судьбу будет определять специальная комиссия.